Они всегда на передовой и готовы оперативно отреагировать на любой экстренный вызов и прийти на помощь. Предотвращение, спасение, помощь – главный девиз всех спасателей, ведь нет ничего ценнее человеческой жизни. В преддверии профессионального праздника Дня Спасателя в Доме правительства Московской области подвели итоги деятельности МЧС. Уходящий год подразделения Подмосковья отработали слаженно и достойно. Работая в таком сложном, непростом регионе, важна слаженность в рядах, важно взаимодействие всех структур, не только МЧС обособлено, но всех муниципальных и региональных структур. Хочу констатировать, что и в этом 2016 году эта слаженность позволила спасти жизни, позволила устранить чрезвычайные ситуации и обеспечить безопасность и жизнедеятельность граждан. По итогам 2016 года Единая дежурно-диспетчерская служба Одинцовского района стала лучшей не только в регионе, но и в Центральном федеральном округе. Районная ЕДДС расположена в центре Одинцова и оснащена по последнему слову техники. Переходящий кубок и диплом вручаются Единой дежурно-диспетчерской службе Одинцовского района. Начальник службы Иванов Сергей Анатольевич. А сотрудница Одинцовской службы была признана лучшим оператором системы 112. Журавлёвой Розе Арифуловне. Слаженность и грамотный подход спасателей позволяют сохранить много жизней, устранить чрезвычайные ситуации и обеспечить безопасность граждан. Сегодня подводим итоги. Это итоги тех задач, которые мы выполняли уже. Это спасённая жизнь. Всего в Центральном федеральном округе более 35 тысяч спасённых жизней, а в Российской Федерации более 208 тысяч. Это показатель нашей работы. Уровень работы ЕДДС признан одним из лучших в стране. Эта система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сегодня способна решать задачи любой сложности. Хочу акцент сделать на том, что без поддержки правительства Московской области, губернатора, без реализации той государственной программы, которая существует и действует на территории Подмосковья, безопасность Подмосковья, мы бы, естественно, таких показателей никогда бы не достигли. После подведения итогов награждение руководителям и сотрудникам ведомства, а также их семьям подарили яркий праздничный концерт. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.